МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». В конце прошлого месяца чиновники столичной мэрии и личный ее руководитель Дарин Киртуаке представили проект по термоизоляции здания. Цель благая – сократить расходы на отопление. Источник финансирования – зарубежные европейские банки. Казалось бы, все здорово. Однако эксперты бьют тревогу, они опасаются очередной кампании по расхищению европейских средств. Бьют тревогу и оппозиции в лице муниципальных советников. Несмотря на убедительные аргументы социалистов не голосовать за проект об энергоэффективности и термоизоляции общественных зданий, документ все же был принят в рамках профильной комиссии, а затем и в первом чтении на заседании Монсовета. Что дальше? Поговорим с муниципальным советником от партии социалистов Виталием Мукан и экономическим экспертом Сергеем Тафилатом. Здравствуйте. Добрый день. Ну, прежде я предлагаю для, так сказать, такой затравки, для начала нашего разговора, посмотреть материал, который подготовили мои коллеги буквально накануне заседания. Вот в первый день, когда появилась информация, началось обсуждение этого проекта. Итак, пожалуйста, внимание на экран. Говоря о больших суммах, столичный мэр Дорин Киртуаке преображается. В глазах появляется искра. Он жонглирует европейскими миллионами перед журналистами, как фокусник «Монетка перед детьми». Проект по термоизоляции зданий он описывает в цифрах. Так в общих чертах мэр столицы оценивает перспективы реализации проекта по термоизоляции зданий. Эксперты говорят, в общем, все отлично. Но если присмотреться к деталям, возникает ряд вопросов и проглядывает перспектива расхищения части кредитных средств. Чтобы объяснить, как обычно выглядят схемы по распилу грантовых и кредитных средств, эксперты рассказали, как в Кишиневе реализовывался другой проект по повышению энергоэффективности зданий. Под этим громким названием скрывается банальная замена окон в подъездах, тоже за счет европейских кредитов. В программу попали более 200 зданий. 20 из них ремонта не дождались. Мы отправились по одному из адресов, чтобы на месте изучить ситуацию. Алба Юлия, 192, дробь 2. Жителям этого дома повезло. Они стали участниками программы по замене окон и дверей в подъездах. Однако, судя по всему, везение закончилось в момент попадания в список счастливчиков. Как видно, окна на лестничных площадках не менялись с момента постройки дома. Но если этим случаем никого не удивить, ситуация типичная. На бумаге все красиво, надели, украли и забыли, то другой эпизод, который раскопали эксперты, скорее похож на анекдот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok не спешит. По мнению экспертов, если программа будет реализована в ее нынешнем виде, это в очередной раз приведет к дискредитации европейских проектов. Вопрос такой, чем все-таки вызваны эти жаркие споры вокруг этого проекта об энергоэффективности, теплоизоляции общественных зданий столицы, и почему так много ломается копий вокруг всего этого дела? Я понимаю, что столичному мэру надо трапортовать перед кишиневцами, что они о них заботятся, но тем не менее происходит такое неприятие этого проекта. Давайте с вас начнем. По сути, существует у нас в городе проблема с качеством центрального теплоснабжения и с тем, что здания у нас неутепленные, поэтому расход энергии, точнее тепла на квадратный метр, в 2-3 раза больше по сравнению с регионом, с Европейским Союзом. Исходя из этого, такие проекты, такого рода проекты по энергоэффективности, да, они действительно нам нужны, необходимы, но их нужно реализовать качественно, то есть чтобы не делать работы тяп-ляп, как привыкла делать уже при Марии, и нам не раз доказывала, но делать работы качественно. Ну, а чтежий пример в нашем репортаже. Абсолютно, да. Ну, к сожалению, мы уже успели удостовериться, что примар Дорин Киртуака любит тратить чужие деньги, да, их легко тратить, потому что за это не несешь никакой ответственности. И именно поэтому мы обеспокоены тем, что маленький проект Мориев был, скажем так, осуществлен с большими отклонениями. Маленький проект по сравнению с тем, что хочет сейчас Примария внедрять. Там были потрачены 15 миллионов лей, их сейчас возвращает Примария, это противоречит закону. Деньги были выплачены, работы не были сделаны. Там даже, где были сделаны работы, они были сделаны некачественно, поэтому часть гранта мы потеряли по проекту Мориев. И не завершив этот маленький проект, Примария уже бросается на... Осваивает новое. Да, осваивает 25 миллионов евро, который, опять же, в конечном итоге будет возвращать муниципальный бюджет. То есть мы с вами будем платить этот кредит. Понятно. Виталий, вот ваше видение того, что изнутри происходящего в муниципальном совете вокруг этого проекта. Значит, все намного проще. В последнее время наш Примар занимается проектами, которые финансируются из кредитов. То есть он не приходит на работу месяцами, но когда дело касается кредита какого-то очередного, он приходит и перед муниципальным советом, и перед Примарией, и рассказывает, каким красивым будет город, как он его изменит. Но мы видим, что идеи хорошие. Еще раз хочу повторить. Сэмпиар-менеджеры Европейского банка. Да, да, да. Остают все развитие. Хочу еще раз повториться, что идея сама по себе нужная и важная для Кишинева. Но воплощение в жизнь этой идеи, вот это хромает. Мы видим уже, как реабилитируется Штефан Челмари или другие проекты. Вот проект этот Морев, который вообще они не могли, потому что к нам поступали жалобы, например, в даче 48. Там должны были заменить окна, там были скандалы с людьми. И работа выполнена некачественно, неполностью. Ну, очень много проблем. И поэтому, чтобы избежать этих всех проблем, мы участвовали перед голосованием по этому вопросу. Был круглый стол, который организовали общественность вместе с экспертами. И мы участвовали в этом круглом столе. И по итогам этого стола была вынесена, то есть, нота депозиций. Предложение примарии, которое было зарегистрировано в примарии, с 23 пунктами несоответствия. И мы предлагали, ну как, мы совместно с гражданским обществом, то есть, гражданское общество ушло как впереди, и уже мы вместе с ними. Мы предлагали, что сначала надо исправить все эти отклонения, предоставить информацию, после этого выйти на публичное обсуждение этого вопроса, потому что вопрос 25 миллионов евро. Которые лягут на плечи Кишневцев. Ну, я понимаю, там 5 миллионов грант, но 20 миллионов это кредит. Кредит и плюс проценты. Это грант, а какой там грант. Да, там еще много вопросов, что когда мы будем выплачивать это, в районе 500 миллионов лей. И эти деньги будут выплачиваться из муниципального бюджета. То есть, опять же, мы с вами будем выплачивать. Но, однако, нас с вами никто не спросил, а вот даже не поставил в известность. То есть, есть вот этот проект, который на сайте, программа, проект, и все. Но тут, изучая этот проект, ничего нет. Здесь общие фразы какие-то. Если остановить внимание на той бумаге, которую вы подготовили по итогам публичных слушаний, какие самые принципиальные отклонения были обнаружены? Что хотелось добиться от примарии? Значит, это результат трехмесячной работы. Мы с конца ноября с коллегой, с другими, с коллегой с Янушем, он по жилищно-коммунальному вопросам, я по энергоэффективности и еще мои коллеги. Значит, в конце ноября появилась информация на сайте примарии, что вот подписывается договор с Бердом по, значит, тепло-термоизоляции зданий. Мы решили понять, в чем суть этого проекта, и попросили примарию организовать, как положено по закону, публичное слушание. Слушать нас никто не хочет, и отвечать никто не стал. На наше первое письмо, второе, на третье и так далее. Мы решили тогда посмотреть, были ли аналогичные проекты. Был проект МОРЕФ. Узнали, что есть, оказывается, и целая стратегия по энергоэффективности в муниципе Кишинелл. ПАЕД, которая была разработана еще в 2012 году, она до сих пор не была утверждена в муниципальном совете, потому что там есть много недочетов. И вообще по жилищно-коммунальным вопросам, по законодательству, там вообще полная, скажем так, эти вопросы и проблемы не рассмотрены вообще. В итоге мы решили позвать всех участников, всех термоэлектрику, экспертов по энергетике, представителей компаний, которые делают работы по ремонту зданий и так далее, то есть что было, и в том числе и муниципальных советников, чтобы в итоге разобраться, что предусмотрено в договоре с БЕРДом, что предусмотрено в этом проекте, и понять, что хорошо, что плохо, и попросить нашего примара, что перед тем, как браться и реализовать такие проекты, давайте посмотрим, где у нас слабые стороны. Нашли. Значит, нашли. В итоге я остановлюсь на нескольких моментах. Первое. Процентная ставка по договору 5% годовых, плюс ставка евребор на 6 месяцев. Ну, в итоге это примерно 5% годовых. Я посмотрел, по каким процентам выдаются кредиты у нас в Молдове. Есть официальная статистика на сайте Национального банка. 4,42% годовых. То есть можно было кредитоваться внутри? Кредиты сроком на 5 лет и дольше, дешевле, чем брать кредиты у БЕРД. Это первый вопрос. Второй. Есть ставка по неиспользованию кредита. Договор был подписан 6 декабря. По истечении 30 дней начисляется уже процент по неиспользованию денег. То есть 6 января мы с вами уже будем должны БЕРДу, если договор утверждается в муниципальном совете. В муниципальном совете договор утвердился. Мы с вами за эти два месяца, январь и февраль, потеряли 5000 евро. Благодаря нашему примару. То есть мы уже потеряли 5000 евро. Третье. Что касается гранта. В самом договоре с БЕРДом указано, что все расходы по данному проекту, зарплаты консультантов, юридические какие-то услуги, все-все-все расходы возлагаются на примарию. Мне интересно узнать, какие там расходы. Получается дополнительные расходы. Абсолютно. Да-да-да. Там расходы, заработная плата, допустим, 1000 евро в день. Вот такие там расходы. Серьезные. И практически большая часть гранта уходит на вот эти вот разные комиссионные расходы. Непонятные. То есть то, что нам говорит примар, вот мы берем 25, возвращаем 20. Подождите. Сергей, мы продолжим еще. Един важный вопрос. Этот договор, он подписан никем. Потому что здесь есть подпись, печать примарии. Но кто ее поставил и кто подписал договор? Личной ответственности никто не поставил. Абсолютно. Имя, фамилия, должность ничего нигде не указано. Я предлагаю на несколько минут прерваться. И продолжим сейчас именно с этой ноты. Предлагаю посмотреть тоже наш репортаж, как проходило голосование в ходе обсуждения этого проекта. Итак, снова внимание на экраны. Либералы совместно с бывшим социалистом Олегом Онищенко продвигают сомнительные проекты, которые обременят жители столицы новыми податями. В рамках комиссии по бюджету и финансам местные избранники обсудили контракт между Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и примарией на получение кредита в целях реализации проекта об энергоэффективности и термоизоляции зданий. Проект поддержали, несмотря на нарушение регламента заседания, аргументы оппозиции, а также без учета мнения гражданского общества. Продолжение следует... Генеральный примар, в свою очередь, попытался убедить представителей комиссии, что некоторые несоответствия закону ничто в сравнении с той миссией, которую возложили на себя муниципальные власти, реализуя данный проект. Генеральный примар, в свою очередь, возмущенные допущенными нарушениями со стороны либералов, решили обратиться в суд. Язык мой, враг мой. Вот и Генеральный примар раскрыл, кто конечный бенефициарий данного проекта. Генеральный примар, в последние инстанции, у нас будет полезен весь мир. Генеральный примар, мы показали вам материал, как проходило обсуждение в муниципальной комиссии. Вы видели, как разняться мнения, и я так понимаю, что озабоченность экспертного сообщества, относительно того, как будет реализовываться этот проект, выразили, поддержали, точнее, и представители партии социалистов. Да, значит, комиссия прошла с нарушением всех норм. О комиссии было заявлено за день до этого. Проект не представлен, проект постановления. То есть, мы почему участвовали в этой комиссии? Для того, чтобы заявить свою позицию, что документ еще не доработан, комиссия проходит с нарушением, но, однако, им хватило голосов большинство. Были представители гражданского общества, эксперты, которые тоже хотели высказаться. Но председатель комиссии поставил вопрос на голосование, вопрос был проголосован, и все, и он получил положительный авиз комиссии. Я понимаю, что этот проект был поддержан на муниципальном совете, и воздержалась наша партия, социалисты были категорически против, а остальные во главе с либералами, там еще перебежчики, так называемые независимые, поддержали. Да, все они поддержали. Хотя до этого, во время обсуждения на круглом столе, во время обсуждения на комиссии, они были согласны с нами, со всеми замечаниями. Почему они проголосовали за этот проект, остается загадкой для нас до сих пор. Может быть, как раз то, что там не стоит подпись, нет личности, кто отвечал бы конкретно, и может быть, еще какая-то могла быть причина? Нет, я думаю, вопрос гораздо проще. Значит, несколько моментов, на что мы обратили внимание муниципальных советников, совместно с экспертным сообществом, совместно с термоэлектрикой, который, это единственный поставщик тепла в городе. Значит, у Примарии нет опыта и нет квалифицированных кадров, которые могут внедрять такого рода проекты. Раньше был Термоком под ведомством Примарии, сейчас Термоком принадлежит или подчиняется Министерству экономики. То есть у Примарии нет опыта в таких проектах. Поэтому давайте разберемся, кого Примар Дорин Киртуака назначает в комиссию, которая будет внедрять этот проект. Это первое. По каким, то есть какие требования должны быть к этому персоналу. Второе. Кто будет заниматься тендерными процедурами? Кто будет, значит, руководить процедурой по тендеру? И кто будет выбирать, оценивать, оценивать компании, которые будут проводить работу? По каким критериям? Чтобы мы не проснулись с тем, что компании, которые спонсоризируют, финансируют либеральную партию, все они повыигрывали эти тендера. Мне кажется, можно проснуться. Кто будет проверять качество этих работ? Да. С этим мы еще отдельно будем разбираться по проекту Морев. Третье. Кто будет проверять качество работ? И кто будет проверять, что стоимость работ по определенному зданию возвращается за счет экономии тепла в этом здании? То есть, если я решаю, что нужно потратить, допустим, миллион лей на ремонт какого-то здания, и по моим расчетам экономия тепла составит, допустим, 100 тысяч лей в год, я понимаю, что есть смысл потратить эти деньги, потому что я за 10 лет окупаю эти инвестиции. Если никто не произвел никаких расчетов, или эти расчеты нарисованы с потолка, у нас нет никаких гарантий, что эти деньги реально будут возвращены за счет владельца здания, а не за счет примарии, как это уже произошло с проектом Морев. Поэтому все эти вопросы, и не только, мы решили изложить в письменном виде, чтобы примар не говорил, что муниципальные советники блокируют какие-то такие мегапроекты хорошие и так далее, чтобы было четко ясно, в чем причина того, что мы не хотим, чтобы этот проект делался вот так, нетранспарентно. Значит, вот интересный сюжет был по поводу этой комиссии муниципальной. Перед тем, как проект попадает на рассмотрение в муниципальный совет, должны быть положительные авизы со стороны муниципальных комиссий. Вот мы посмотрели сюжет от муниципальной комиссии по экономике. Там я смотрю, что либералы уже себе прикупили большинство, к сожалению, и не было вообще, не был обсужден этот проект. Мы говорим о 25 миллионах евро. Это почти пятая часть муниципального бюджета. Никто не задал ни одного вопроса. Опять же, в рамках того заседания комиссии, это перед заседанием муниципального совета, мы попросили господина Киртуака уделить нам 5 минут, ну хотя бы 5 минут, чтобы задать несколько вопросов. К моему великому удивлению, наш примар вообще не знает законодательства. Он не знает закон о транспарентности. Он не знает, что проект перед рассмотрением в муниципальном совете должен сначала пройти процедуру публичных дебатов. Он считает, что это наоборот. Сначала голосуем, потом делаем публичные слушания. Сначала подписываем, потом голосуем, потом публичные дебаты. Он, оказывается, не знает, что если ЖЭКи получают финансирование вот при Марии для капитального ремонта здания, то есть замена окон и дверей – это капитальный ремонт, то ЖЭКи должны заключать договора с ассоциациями жильцов этих зданий, должны получить согласие всех жильцов, что они хотят поменять окна-двери, и жильцы должны оплатить эти расходы. То, что сейчас каждый из нас оплачивает полею за квадратный метр в месяц за обслуживание домов – это текущие расходы, подмести, убрать мусор, покрасить и так далее. Это не капитальный ремонт. Примария об этом не знает. Есть решение правительства номер 191 от 2002 года. Там в пункте номер 3 четко это прописано. ЖЭКи должны заключить договора с ассоциациями жильцов. Ведь казалось, чего проще? Вот именно таким образом поступить и заняться теплоизоляцией зданий посредством вот этих вот ЖЭКов. Да, вот такие люди руководят нашим городом. Видимо, эти деньги сложно ввести в карман. Из всего этого создается впечатление, что никто не хочет внедрять реально эти проекты, потому что, допустим, термоэлектрику слушать никто не хочет. А у них уже есть хороший опыт по теплоизоляции и новых жилых зданий, и старых зданий. То есть, у них есть уже реальные цифры, были потрачены деньги, есть экономия 30-40-50%. То есть, раньше человек платил 1000 лей, сейчас он платит 600-700 лей. Есть на что сослаться. Примария их слушать не хочет. То есть, просто я так понимаю, что либеральная партия и руководство Примарии не заинтересовано, чтобы этот проект был внедрен качественно. Поэтому мы считаем... Вот буквально такая ремарка. Глава фракции партии социалистов Иоанн Чабан написал на своей странице в Фейсбуке, что проект незаконный. Ну вот я цитирую. «Все утверждают, что это незаконно. Госканцелярия говорит, что это незаконно. Советники голосуют за, за исключением партии социалистов. Наша партия воздержалась. И это в Молдове, в Кишиневе написал на своей странице». Мэр Дорин Киртака отреагировал и заявил о том, что над документом работали почти пять лет, он хорошо подготовлен. И добавил, что мэрия не собирается ничего воровать, а наоборот, граждане от этого проекта только выигрывают. Ну, я не видел нигде ни одного, так сказать, будем мягко говоря, человека с криминальным каким-то, ну не знаю, близкого к криминальным деяниям, который бы сам говорил, да, вот, знаете, мы хотели украсть, у нас не получилось, попали в тюрьму. Все отказываются от того, что им инкриминируется. И поэтому, конечно же, неудивительно, что именно так отреагировал Дорин Киртака. И все же, суть всего. Да, я по этому вопросу хочу высказаться. Значит, во-первых, мы много обсуждаем процедурально этот проект. Но концептуально этот проект, во-первых, он не принесет результатов. Это однозначно, это мы, изучив вот проект, и изучив то, что предусматривает потратить вот эти 25 миллионов евро, он не принесет результатов. Это один первый вопрос. Второй вопрос. Многие работы, которые будут производиться, они вредны для здоровья. И учитывая... И есть в виду компоненты, которые будут использоваться? Да, сейчас я объясню, почему. Значит, учитывая то, что основной список зданий, которые предусмотрены в первом, вот именно вот эти 25 миллионов, на которые здания потратить, это школы, это садики и это больницы. То есть, это здоровье наше, наших близких и наших детей. Дело-то благое, это надо утеплять. Правильно, но тревога в том, что в этом проекте обозначено утепление стен пенопластом, полистиролом. ПС, тут есть аббревиатура. Значит, что такое полистирол для стен? Эксперты говорят, даже тот полистирол, который обозначен здесь, он не предназначен для стен. Это только для потолков и для пола. Но они его, это, второй вопрос. Полистирол не пропускает влажность. То есть, автоматически в наших садиках, в наших школах, там, где учатся наши дети, будет пониженная влажность, от этого будут головные боли, от этого будут страдать дети. И мы об этом мало кто, об этом мало кто говорит. Но это очень важный аспект. То, что этот проект, еще раз говорю, он вреден для нас и наших близких. Пожар-безопасность, то, что говорит коллега, это еще один пункт. То есть, этот полистирол, когда его покрывают сверху штукатуркой, он, если загорится, то это потушить почти невозможно. Это еще одна опасность. Почему он не принесет результатов? Для того, чтобы поставить крышу на дом, надо построить фундамент и стены, тогда можно ставить крышу. А у нас наш примар сразу начинает утеплять. В первую очередь, перед утеплением, то, что 5 лет они работали, выработали этот документ, это не документ. Это общие цифры, которые взяли из интернета. Значит, обязательно для системы отопления, для того, чтобы сохранить тепло в помещении, в здании, в этом здании должно быть тепло, во-первых, чтобы было что сохранять. Во-вторых, системы отопления на сегодняшний день, они разрегулированы. И не важно, это в школе, это в садике. И эффект какой будет? Утеплят здание хорошо, но в помещениях, где было до сих пор жарко, будет еще жарче, будут открывать окна. В других помещениях, где было холодно, будет немножко теплее. То есть, в первую очередь, надо разобраться с системой отопления. Без замены системы отопления на систему, которая регулироваться будет в каждом помещении, для того, чтобы в каждом помещении можно было регулировать нужную температуру. Потому что в спортзале не нужна такая же температура, как в классе. К примеру, если мы берем школы. Либо по палатам, либо по... То есть, регулировать. Второй вопрос, что на выходные дни, на ночь, автоматическая система регулирования температуры на здании должна быть. Например, зачем в школе температуру высокую в выходные дни, если можно ее снижать, и тогда за счет утепленных стен эта температура будет сохраняться на выходные. И в понедельник там это. Предлагаю прерваться на один короткий репортаж именно о том, как проходило голосование по этому проекту в муниципальном совете. Итак, внимание на экран. Заседание муниципального совета Кишинео еще не успело начаться. Как уже стало ясно, что оно будет очень напряженным. На этот раз предметом острых дискуссий стал проект энергоэффективности термоизоляции общественных зданий муниципе Кишинео. Общая стоимость этого проекта более 500 миллионов евро. И средства муниципалитет предложил изыскать в карманах Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Сумма внушительная, но необходимая, заявил генпримар советником. Из доклада примара следовало, что в июле текущего года планируется обновить фасад 120 столичных зданий, а также осуществить теплоизоляцию стен, поставить новые окна, поменять двери и крыши. Это обойдется бюджету в 25 миллионов евро, из которых 20 миллионов евро будут взяты в виде кредита. В действительности же аргументов против было предостаточно. По мнению представителей фракции партии социалистов, проект нужный. Но вопрос в том, как он будет внедряться и в чьи карманы попадут средства, взятые в кредит. Тем более, что работы будет осуществлять управление капитального строительства, во главе которого стоит Роман Сафрони, зять представителя либеральной партии Георгий Бреги. Напомним, Сафрони так и не смог объяснить, на что была потрачена сумма в 71 миллион леев, выделенная на благоустройство парка Валя Морилор, которая в представленный отчет была внесена буквально вручную. Примария не транспарентизирует, если требует с вехеменность за этот проект, Почему он делает это секрет? Почему, когда мы создаем листу институтов публики, которые будут обеспечивать этот проект? Потому что этот педагограды ухохотили администрация из-за Иащи, что они сделали педагограды в три года, когда они идут на Вале, с двумя двумя планирования. Мы сейчас не говорим о 1 лето или 2 лето. Затем, чтобы он сделать что-то. Компетенция для aproбания этого контракта для компетенции для компетенции. С другой стороны, семинарный контракт. Даже не инверситет. Если вы хотите отрабатывать, если вы получите атрибуты для сервисов, то есть, если вы хотите отрабатывать. Либералы по традиции настаивали на том, что доводы оппозиции не убедительны и имеют лишь политический подтекст. Однако появление в зале эксперта в области энергетика Сергея Тафилата вызвало некоторую растерянность среди представителей либеральной партии. Это и пришлось сделать председателю фракции социалистов, поскольку советники-либералы не позволили эксперту выступить с трибуны. Сержио Тафилат, впрочем, оказался не единственным, кто высказался по поводу допущенных нарушений. Представитель государственной канцелярии по просьбе оппозиции внести ясность в вопрос признал, что примар не имел права начинать переговоры относительно проекта без соответствующего на то разрешения Мунсовета. И все-таки не зря то ли в шутку, то ли всерьез Молдову называют странной чудес. После того, как советники от фракции ЕНПМ, в Мунсовете не присоединившийся советник Ион Штефаницы и вчерашний социалист Олег Онищенко неоднократно разносили в пух и праг деятельность примара и его проекты, в результате они совместно с либералами сказали твердое «да» проекту под названием «Энергоэффективность и термоизоляция общественных зданий муниципия Кишинео». Вот горячий спор и не менее горячее продолжение. Да, мы почему возмущаемся, критикуем и пытаемся привлечь внимание к этому проекту? Не потому что, не ради критики, мы не критикуем ради критики, мы критикуем, потому что действительно есть проблемы, и к этим проблемам никто не прислушивается. Опять же, мы вернемся, пока мы не разберемся, что мы будем иметь как результат этого всего проекта. Ну, утеплять стены. И что? И в одном помещении будет жарко, и они будут открывать окна, и все, и это тепло будет уходить. И мы не получим этого процента, то есть они в этом... Экономии. Экономии. В этом проекте описывают до 60% экономии. Откуда 60% экономии? То, что вы говорили... То есть безосновательное прочее. Да, коллега мой говорил по термоэлектрике, что там есть экономия. Но там экономия за счет того, что в доме сделали горизонтальную разводку. За счет того, что там в каждой квартире установлена система регулирования температуры. То есть сделали уже по уму, как надо. А мы как делаем? Давайте утеплим. Ну, утеплили. И еще. Для того, чтобы утеплять, надо сделать проверку здания, чтобы... Энергетический аудит. Да, энергетический аудит. Определить, чем болеет это здание, куда уходит тепло. Потому что каждое здание, оно индивидуально. Может быть, в одном здании уходит тепло через окна, в другом здании уходит тепло через потолок, через стены. Они утеплят стены, и эффекта будет ноль. Почему? Потому что... Надо было сменить окна. Ну, к примеру, окна, да. А уходит, к примеру, через потолок. Они на потолок поставят стандарты 10 сантиметров полистирол, этот пенопласт. И все. И, ну да, чуть-чуть снизится на 1-2%. Но они рассчитывают, что 60%. И они рассчитывают, что кредиты будут возвращаться в течение 7 лет. Но если это будет 1%, а не 60%, то мы будем возвращать кредиты эти 70 лет. Будем получать это. Поэтому... Сергей, вот ваше видение того, к чему все-таки этот проект может привести столицу. Знаете, я скажу проще. У нас сломана нога, а мы пытаемся сделать массаж, чтобы вылечить его. Надо ставить гипс. Тут всем понятно. Значит, вопрос стоит очень просто. Мы видим, как наш премар Дорин Киртуак делает разного рода проекты. И пешеходная улица, и ремонт дорог, и так далее. Дайте ему еще 25 миллионов евро, чтобы он имел игрушку и имел на что тратить деньги. Вот с этим я не согласен. Если проект такой хороший, такой вот нужный, почему он не делается транспарентным? Почему в закрытую, втихаря и так далее? И почему там, допустим, либеральная партия, либеральная фракция возражала? Я им задал простой вопрос. Вот вы, уважаемые представители либеральной партии, говорите за присоединение к Румынии и так далее. Так возьмите пример с Румын. Вот в Ясах был аналогичный проект, еще в 2014 году внедрялся. Там сделали публичный конкурс. Кто из зданий, из жилых домов хочет участвовать в проекте, пожалуйста, вот условия, вот гид для участника, подавайте заявление, будет публичный конкурс. Почему у нас в Кишиневе должен примар решать, где утеплять и где не утеплять? Вот это я считаю неправильным. Ну, Румыния, часть Евросоюза, наверное, и требования жестче к тем чиновникам, а у нас пока еще только ассоциируемся. Окей. Ну, значит, мы 4 марта провели круглый стол в Примарии. Это была суббота, поэтому было у людей свободное время. Мы туда позвали вот этот список участников. Мы туда позвали, значит, помимо моих коллег-экспертов по энергетике и муниципальных советников, там были представители термоэлектрики. Там я специально пригласил подрядчиков, которые прошлись по городу и взяли несколько зданий, которые были уже отремонтированы, и показали фотографии и результаты, как это было произведено. Там школы, детские сады, больницы. Люди посмотрели, во-первых, качество материала, очень слабое, качество работ. Да, то есть буквально через 2 года нужно все делать заново. Через 2 года. Так, а надо кредит выплатить? И подрядчики подошли к руководителю, я не помню какое, ну это всегда можно, в любой момент можно поднять, показать. Вот, допустим, тот же манеж. Сделали пол, сделали стены, все полностью новое, все. Крышу забыли сделать. Дождь пошел, все промокло, все начинает уже опять, то есть опять надо делать по-новому ремонту. Может быть, взяли технологию, которая предназначена для регионов, где нет дождей. Да, то же самое, они подошли к руководителю, не помню, по-моему, был какой-то спортивный интернет и спросили, вы видели качество ремонта стен, почему вы ничего не сказали? А мне сказали, что через 2 года еще раз делают ремонт. Вот у нас так делается. Вот мы с этим не согласны. Поэтому мы попросили, чтобы перед тем, как начинать внедрять этот проект, набрать квалифицированных специалистов в эту комиссию, которая будет заниматься внедрением проекта. Не должен примарно означать, что это будут его друзья, знакомые, которые будут заниматься распилом. Нанять опытных, квалифицированных специалистов. Нанять команду, которая будет проверять качество работ, чтобы все было сделано в срок, качественно, с материалами, которые не вредны для нашего здоровья, чтобы это было раз и навсегда. То есть реально у советников была возможность, потому что без голосования в муниципальном совете этот договор был бы недействительный. у муниципальных советников была возможность сейчас заставить примара играть по своим правилам. К сожалению, к нашему общему сожалению, фракция ППМЕ, даже подписав наше общее обращение, плюнула на все и проголосовала за проект. Понятно. То есть спорили, но проголосовали. Да. Мы обращали их внимание, и внимание всех, что, ребята, есть аналогичный опыт с проектом Морев. Проект Морев был по замене стекол и дверей. Он был утвержден муниципальным советом в октябре 2014 года. За год до этого была создана комиссия, был проведен тендер, уже все было готово. И нарушив закон, значит, деньги потратили, работа не была выполнена, или там, где было выполнено, было некачественно. Ребята, есть нехороший прецедент. Давайте посмотрим, какие там были ошибки, чтобы не допускать те же ошибки в этом проекте. Все-таки здесь не 500 тысяч, не 600 тысяч долларов, а 25 миллионов. Тем не менее, произошло то, что произошло. Как, в общем-то, противостоять? Как дальше? А теперь ответ на многие вопросы. Почему так происходит у нас в Примарии? И есть в этом проекте, который 5 лет работала Примария над ним. И что мы видим здесь? Установка окон металлопластиковых. Цена метр квадратный 101 евро. Средняя цена по городу от 35 до 70 евро. То есть это завышено сколько раз? Где они нашли? Средняя цена 50 евро. Здесь 101 евро. Но это еще полбиты. Идем дальше. Вентиляция в больницах. 60 евро метр квадратный отапливаемой площади. Например, если помещение имеет 100 метров квадратных, это 10 на 10, это простая палата. Значит, мы 60 умножаем на 100. И получается 6 тысяч евро на вентиляцию в одной палате. То есть вы представляете, какие деньги здесь обозначены? Мне кажется, мировым больницам могут позавидовать нам. О чем мы говорим? Вот она, экономическая составляющая. Как говорится, всегда надо искать деньги. То есть все упирается в деньги. Вот в этом-то и вопрос. Почему плюют на гражданское общество, на экспертов, на муниципальных советников, которые поднимают вопросы? Почему сначала не поддерживают этот проект, но потом голосуют за него? И теперь дальше встает вопрос. По экономической составляющей. Значит, проект предусматривает, что здание утепляется. За счет экономии на тепло возвращается кредит. Что мы имеем? Мы из муниципального бюджета выделяем деньги, вкладываем их в здание. Дальше. Но за отопление, за коммунальные услуги, например, больницы и школы, оплачиваются, больницы оплачиваются из КНАМА, из средств КНАМА, то есть не имеющих никакого отношения к муниципальному бюджету. В школах оплачиваются, опять же, из другого бюджета, из государственного бюджета. Опять же, мы не имеем никакого отношения к этому бюджету. То есть мы вкладываем свои деньги, но возврата экономии мы не получаем. Значит, эти деньги должны оплачиваться за счет КНАМА и за счет бюджета государственного. Где контракты с государством, где контракты с КНАМО, что они за счет вот эту разницу будут оплачивать этот кредит. Или этот кредит опять ляжет на наши плечи, и мы вместо того, чтобы делать наши дороги или кормить наших детей в садика, то, что выделяется из местного бюджета, мы будем содержать государственный бюджет, либо бюджет КНАМО. Я думаю, что вместе со мной наши телезрители практически убедились в очередной раз, что не зря и гражданское общество, и муниципальные советники в вашем лице, в лице представителей партии социалистов бьют тревогу. Потому что сегодня, в очередной раз убеждаемся, мы говорим об схеме относительно честного отъема денег у горожан. У нас еще буквально полминуты. Значит, стоит отметить, что у примара, к сожалению, не было полномочия подписывать этот договор, потому что решение принимает муниципальный совет, на каких условиях, какая процентная ставка и так далее. Ну, каждый из нас знает, что если семья берет кредит, должно быть согласие обоих супругов. Поэтому, если, допустим, муж идет, берет кредит и ставит жену перед фактом, что давай согласие, это неправильно. Надо сначала обсудить, совместно решить. То же самое примар с муниципальным советом. Ну, налицо целый ряд нарушений, которых еще нужно дать должную оценку. Еще будем следить внимательно и поднимать важные вопросы. Я очень надеюсь, что появится и юридическая оценка всех этих деяний. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Виталий Мукан и экономический эксперт Сергей Тафилат. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!